Всем привет! Вот мой членский билет клуба чернокнижников. Славно, славно. Добро пожаловать в колдовскую лавку, господин Хуан Карлос Эльбрухо. Си, сеньор. Чем могу помочь? Котиков давай. Я не могу, просто его дай, но владелец на... Привет. Здравствуйте, господин Эльбрухо. Добро пожаловать в лавку клуба чернокнижников. Вместо, где начинается магия. Так. Что у вас есть на продажу? У меня есть мишка Вуду, периодические шахматы, чудесная ритуальная маска и, конечно, куча котиков. Удачи! Какие вещи вас интересуют? Котиков удачи! Я могу поменять на что-нибудь незначительное. Вполне подойдет кроличья лапка, четырехлистный клевер или золото. Что касается других вещей, вам придется предложить что-нибудь того же уровня. Например, бьющееся сердце, свежую эктоплазму или пленку с обратной записью группы, исполняющей тяжелый ронг. У меня есть другие дела. До свидания. Желаю вам всего наилучшего. Так, хорошо. Золото у нас есть. Взгляни, у меня есть золото. Хорошо, хорошо. О, это человечье золото. Обычно мы не принимаем человечье золото. Впрочем, учитывая наш огромный запас котиков удачи, я приму у тебя золото, но только в обмен на котика удачи. Последние деньги за котика удачи? Ммм, почему бы и нет? По рукам. Уверен, этот котик принесет мне много удачи. Приятно вести с тобой дела. А, то есть мы даже не какого-то с полки взяли, а потому что снизу он достал. Ужас. Видимо, их действительно очень много. Он должен приносить владельцу удачу и благополучие. Эй ты, начинай-ка работать, мне нужны деньги. Так, пойдем попробуем молоток, может он нам что-нибудь про гвозди скажет полезное, где и как мы их можем раздобыть. Так, ясно полезного, ничего мы не узнали. Может его разбить? Нет, спасибо. Может ты хочешь котику удачи? Здесь не нужен котик удачи. Здесь не... Я уже даже забыл, что мы здесь вообще должны делать, но кроме того, чтобы спасти, соответственно, охотников за демонами. Так, чтобы весенок нам дал печенье, что тебе нужно? Привет. Насчет... Да? Сколько 20 перней задюж? Можно сказать, что у нас немного нойты дай мы, так что и... Ты слепой? Не... Не... Так, 20 перней, чтобы это не было. Какой-то котик удачи. Так, ага, пропуск у нас остался. Хорошо, может мы сможем все-таки пройти здесь. Да, но эта штука не работает. Сможешь управлять синтезатором? Нет, не работает. Окрашена. Голыми руками не открыть. Сезам, откройся! Ха! Теперь свежая краска для меня не проблема. К сожалению, это полотенце пропиталось краской и испачкает все остальное, поэтому лучше я его выкину. Прощай, мой желтый друг, прощай! Я тебя поджидал. Хоть ты и решил загадку с телегой и ганализационным люком и прошел испытание свежевыкрашенная дверь, но на этот раз ты попался в мою ловушку. Что? Вот этот книжный шкаф не обычный книжный шкаф. Это книжный шкаф поедающий демонов. Уходи немедленно, или я прикажу ему тебя съесть. А мне кажется, это обычный книжный шкаф. Давай, Жан-Пьер, он отвлекся. Взять его. Будь ты проклят, Жан-Пьер. Зачем я создавал гибернетического петуха, если он меня не слушается? Иди и заклюй этого охотника за головами. Я не охотник за головами. Правда? Тогда что ты здесь делаешь? Я пытаюсь найти отряд охотников за демонами, которых утащил сюда этот проклятый король Виго. Ты их не видел? Такого большого толстого мужика, мелкого гиперактивного парня и симпатичную рыжую девушку. Нет, не видел. Впрочем, я знал, что Виго снова вернулся в преисподнюю. Но если он твой враг, значит, мы с тобой заодно. Меня зовут Черный Альберто, бич преисподней. А это мой помощник, Жан-Пьер. Позволь мне представиться. Я Сид, демон из Даркествиля. Даркествиль. Какое совпадение. А в чем заключается совпадение, ты сказать не хочешь. Ну, сейчас мы все исследуем и поговорим с ним. Тут написано. Устали закручивать гайки руками или зубами? Попробуйте новый невероятный инструмент, который у всех на слуху. Гаечный ключ. Похоже, полезная штука. Надеюсь, ее не продают втридорога. Не думаю, что Темный Альберто позволит мне его забрать. Полная мусорная корзина для бумаги. Нет, не хочется сегодня заниматься переработкой мусора. Выглядит как вполне обычная книжная полка. Тут нет ничего полезного. У Темного Альберто полное собрание книг по злотронике. Как стать злым гением всего лишь за 12 легких шагов. Ого, золотое издание. И еще итальянские поваренные книги. Прости, но я никому не одалживаю книги. Их никогда не возвращают. Вот почему все книжки в моей библиотеке чужие. Я их одалживаю навсегда. Банка со змеями. Какие-то резиновые цветы. Это банка полная плюшевых змей. Плюшевых. Ладно, но только одну. Вряд ли Темный Альберто будет рад, если я заберу всех его плюшевых змей. Ты прав. Отлично, одна есть. О, гвозди. Банка гвоздей. Думаю, Темный Альберто не будет против, если я возьму немного гвоздей. Ладно, но только немного. Остальные мне нужны для изобретений. Хорошо, чуть-чуть. Отлично. Теперь сможем мост починить. Отличная штука для хранения инструментов. Надо и мне такую купить. Даже не знаю, сколько отверток я уже потерял. Любопытно, что внутри ящика для инструментов? О, там, всякая ерунда. И что же там? Ничего, просто забудь. Ну, перестань. Там наверняка какое-нибудь секретное оружие, правда же? Послушай-ка, это мои журналы знакомств, так что я храню их где хочу. Ясно. Журналы знакомств? Шоу. Это чертежи какого-то хитроумного пульта управления. Я мог бы такой собрать, но понадобился бы обычный пульт в качестве основы. И еще наушники, чтобы усилить позитронные волны. Я не хочу стирать чертеж с доски. Тут сказано, разыскивается живым либо мертвым. Темный Альберто. Бич загробного мира. Награда один миллион Берни. Я ужасно им горжусь. Это самая высокая награда за преступника за всю историю ада. И что такого ты натворил, раз за твою голову назначили огромную награду? Вмешался в экономику ада и вызвал инфляцию. Уверен, темный Альберто не позволит мне его забрать. Это киберцепь в полностью рабочем состоянии. Как тебе удалось заставить его двигаться? Ты добавил разъем для души? Я выиграл Жан-Пьера в школьной лотерее. А, понятно. Что-то мне подсказывает, что он не хочет делиться со мной своим секретом. Я не хочу с этим таскаться. Привет, Жан-Пьер. Роборуки такие классные. Будь у меня одна из них, я бы выиграл любой чемпионат паром-рестлингу. Ну, руки, да, они реально прикольные. Может, ты хочешь шашишку? Я не буду использовать здесь сосиску. Ладно, так, давайте с Альберто поговорим. Это печально известный бич загробного мира, темный Альберто. Он выглядит очень крутым. Возможно, и мне стоит ампутировать одну руку. Привет. Да, мой друг. Тебе знаком Даркествин? Когда-то я жил там, но это было очень давно. Еда была отличной, но погода ужасной. Наверное, до сих пор заправляет старый Джузеппе. Нет, теперь там работает его сын. Малыш Джованни уже достаточно подрос, чтобы работать с барменом. Ну, он уже совсем не малыш. Ого. Время летит быстрее, чем я думал. Что ты делаешь в преисподней? Ну, я же бич преисподней, понимаешь? Каждую ночь я просыпаюсь и творю зло, досаждая обитателям преисподней. Это звучит очень весело. Да, но иногда мне не хватает свежих инновационных идей. На прошлой неделе я добавил слабительное в корм местным голубям, чтобы они устроили хаос в городе. Эй, я тоже хотел такое сделать. И как, получилось? Ну, ты должен дать им очень маленькую дозу слабительного, или птицы начнут взрываться прямо в воздухе. Это же еще лучше. В теории, да, но если они начнут взрываться слишком быстро, еще не успев отлететь от тебя подальше, это может быть контрпродуктивно. Так значит, ты враг Виго? Конечно. Он король, я злодей. Мы естественные враги. Я уже начал скучать, пока его не было. На прошлой неделе он отправился в мир людей на каникулы, но, кажется, вернулся раньше срока. Наверное, он тоже по мне соскучился. Как ты потерял руку? Ты знал, что если смешать резину с хлоридом калия и злым соком, получится очень мощная и воспламеняющаяся взрывчатка? Нет, я этого не знал. Я тоже. Ты не мог бы мне помочь освободить братьев Ромеро? Нет. Но это же так разозлит Виго! Нет, нет, я волк-одиночка. У меня есть другие дела. Всего наилучшего. И запомни, если ты кому-нибудь расскажешь о моем убежище, я перережу тебе глотку. Класс. Вообще, у меня есть даже мысли, куда мы можем плюшевую змею применить. Может, мы ее можем в паутину закинуть сюда куда-нибудь? Это не напугать плюшевой змеей. Я не буду испорт... М-м-м, ну ладно. Пойдем лучше мост починим. Понадобится немного времени. Минуточку. Престо! И сделан он на славу, учитывая, что я соорудил его за пару секунд темного экрана. Хм, пляж. Какой уродливый кран. Много погоди. Да он же резиновый. Почему бы и нет? Это просто игрушка. Так, эта музыка, она тут... Чего-то как-то странно. Так. Так, ну, наверное, так лучше будет. Вон тот жирный пеликан выглядит счастливым, но не слишком здоровым. Посмотри на выражение в его глазах. Он как будто сидит на антидепрессантах. Мне не нужен новый питомец. А Доминго-то заботиться непросто. А у этого пеликана наверняка проблемы с алкоголем. Привет, дружок. Что за дивное сознание? Хочешь сосиску? Я не буду использовать. Ужасно безвкусные пластмассовые шлепанцы. А они не моего размера. А еще, они воняют. Какое чудесное море. Оно не только теплое, но... В нем наверняка не придется волноваться о медузах и акулах. Не хочу, чтобы у меня рука сварилась. Из-за всего этого переполоха я сегодня пропустил свою любимую радиопостановку. Интересно, сумел ли Эдуардо Габриэль купить цветы на день рождения Мерседики? Эй, я тебе не мешаю, а? Вообще-то я слушал радио. Ох, прости. Шаберникова зовут. Зачем он вообще тут нужен? Жара-то идет не от солнца, а от моря лавы, черт возьми. Он слишком большой, незаметно украсть не выйдет. Кокосовое дерево покрыто шипами. Как и почти все в аду. Если однажды меня спросят, каково оно в аду? Я отвечу... Да все такое же, как и в обычном мире, только с шипами и лавой. Кокос упал. Многие ошибочно считают кокос орехом. Однако с научной точки зрения это косточка. Ботаника – забавная вещь. Изумительно свежий кокос. О, огромный крапи, только сейчас его заметил. Надеюсь, он искусственный. Ни за что. Я не могу говорить с этим. Добро пожаловать в инфернального краба. Лучший бар во всей Praia dos Frantos. Интересно, что значит Praia dos Frantos? Хотел бы я понимать этот чудаковатый адский язык. Бармен это заметит. Добро пожаловать в инферн... Интересно, что... Хотел бы... Еще одно полотенце. Выглядит приятно. Эй, это мое. Ой, прости, ошибочка вышла. Не думаю, что что-то удастся украсть у трехглазого. А этот парень знает, как приглядывать за баром, да? Понимаешь, о чем я? Потому что у него три глаза. О, я подумал, это смешно. Забавно. Так, давай, надо с ним поговорить. Привет. Привет. Добро пожаловать на Praia dos Frantos, самый крутой пляж преисподней. И приветствую вас в Адском Крабе, в вашем новом любимом пляжном баре. Я ваш бармен, Пауло де Коста. Вы принимаете злокредитки? Конечно. Но не волнуйтесь, вы можете расплатиться со мной в конце дня. А это место уже стало моим любимым баром. Я же говорил, что вы будете пить? Дайте мне ваше меню. Ага. Здесь всегда такая погода? Нет. В сезон дождей здесь все в огне. Но не волнуйтесь, в это время года у нас никогда не идет дождь. Так, ну пока ничего заказывать не будем. У меня есть драка. Поговорим с этим жаберником. Он кажется весьма хладнокровным. Привет. Что? Я сказал привет. А, да. Привет. Что вы пьете? А? Ваш напиток. Что это? О, молочный коктейль с гуавой. Что вы слушаете? Я расслабляющую музыку. Вы в отпуске? Что? Я спросил, вы в отпуске? О, да. Я в отпуске. Что? Что? Что вы сказали? Что? Я вас не понимаю. Вы не могли бы говорить громче. Я сказал бла-бла-бла-бла-бла. Я вас не слышу. Одну минуточку. Вот. Теперь гораздо лучше. Что вы сказали, мой друг? Вы в отпуске? Да, я в заслуженном отпуске после года очень тяжелых работ на болотах. Я на самом деле очень устал. Вы знаете, что в первом квартале отчетного года процент похищения девушек достиг 3,5%. Стоимость акций бьет все рекорды. Это очень интересно. Я расскажу об этом своему бухгалтеру. Что вы пьете? Очень крутой, сладкий и расслабляющий молочный коктейль с гуавой. Молочный коктейль с гуавой. Весь аромат тропического леса в одном напитке. Молочный коктейль с гуавой. Круче него вы ничего не найдете. Вам платят за то, что вы это говорите? Потому что теперь я действительно захотел молочный коктейль с гуавой. Нет, но я вложил небольшую сумму в акции компании, добывающей гуаву. Вам кто-нибудь говорил, что у вас голос профессионального диктора? Вы мне льстите. Я всегда хотел работать на радио, но пришлось заняться семейным бизнесом. Кто-то же должен заботиться о болотах. Но, кто знает, может в будущем получится. Не обращайте внимания. До свидания. Не включай... О, хорошо, он больше не включит его. Лисович, так... Не знаю, что у тебя заказать. Привет. Дэбдай. Я хочу Рома. Одну минутку. Вот. Не забудьте вернуть стакан, когда выпейте. Вот. Не забудь. Здесь не нужен Ром. Похоже, у кого-то тут проблемы с алкоголем. Так, а дальше что? Привет, дружок. Что за дивное сознание? Эй, дружок, не хочешь перекусить? Ну и ладно, мне же больше достанется. Это не напугать. Это не напугать. Ну, видимо, у нас остался вариант только перебирать предметы и надеяться, что что-то произойдет. Спасибо. Привет, Дэбд. Дайте... Я бы хотел... Вон тот парень купил после... Правда? Ну, я никогда не пробовал буавы. Мне очень жаль. Могу я предложить? Я бы хотел заказать... Одну минутку. Вот. Не забудьте вернуть стакан, когда выпьете. Возможно, его нужно алкоголем ублить, я не знаю. Похоже, у кого-то... Я предпочел... Я не буду... Это не... Я не могу... Нет, спасибо. Нет, спасибо. Нет, спасибо. А этот понимаю... Привет. Добро. Дайте мне ваш... Я бы хотел... У меня закончился злой сок. Как насчет... Но я хочу... Простите, сейчас у нас перебои со злым соком. Может быть, его привезут завтра, но я... Я хочу... Конечно. Да, конечно. Одну минутку. Вот. Может, мы коктейль можем какой-нибудь из него сделать? Не-а. Нет, спасибо. Нет, спасибо. Здесь не ну. Здесь не ну. Здесь не ну. Я не могу здесь использовать кокосовый орех. Котика? Здесь не ну. А, ну мы ему предлагали уже. Я не могу. Это не на... А этих? Это не... Это не... Здесь не нужен? Привет. Рад вас видеть в Драгон-контенту. Чем мы? Я хочу... Могу предложить грек. И все... Вы приняли вообще в тако. Так, ну понятно. У меня... Дес. И этот ищет еще себе кого-нибудь... Ну, не знаю, на краба. Я не могу использовать. Так. Я не могу. Эй, не тр... Какие варианты у нас есть? Здесь не ну. Я не могу. Это не... Я не знаю, кого можно этой змеей напугать. Я не могу. И за кое она вам нужна вообще? Я предпочел бы отказ... Нет, не поможет нам это. Ладно. Теперь у меня есть стакан, не пойми чего. Назовем это канализационной водой. А, так мы можем пеликана сейчас напоить. Попытаться этим. Ну вот. Я-то ожидал какой-нибудь безумной мутации. Что за разочарование? Еще и стакан разбился. Так, ну, видимо, неважно, куколу или ром мы там нальем. У нас есть рыба теперь, мертвая. Здесь не нужна дохлая рыба. Здесь не... Этой рыбы не стало. Она ушла в небытие. Она протухла и вскоре встретится с дворцом. Она мертва. Исторгнув жизнь, она покоится с миром. Это бывшая рыба. Здесь не нужна... Может, ты хочешь котика удачи? Здесь не... А ты? Здесь не нужен котик удачи. Может, вы, парни, хотите рыбку? Здесь не... Здесь не нужен... Хм... Я не понимаю, зачем класть сюда волосы. Я не понимаю... Здесь не нужна дохлая рыба. Вообще ничего пока в голову, конечно, не приходит дельного, чем можно себя занять. Ну, к лавопаду нам-то только если в магазин ходить, пытаться что-то у него обменять. Здесь не нужна дохлая рыба. Но у нас все-таки предметы весьма посредственные. Здесь не... Это книга. Я предпоч... Привет! Привет, друг. Ищешь... Я бы хот... У меня есть... Сколько... У тебя хороший вкус. Этот кусок стоит 3 золотых слитка и 4 рубина. Вы принимаете злокре? Нет. Эх... Кваш... Котика ты не хочешь. Здесь не... Мне нужен... Котик удачи. Я не ма... Ну, только вот случайным рождением мы можем что-то найти. А так осознанно я зачастую редко что-то нахожу. Вообще, нам по-хорошему пригодился пульт для того, чтобы Жан-Пьером управлять. Вот. Пульт мы можем взять у этого... Соответственно, у паукана. Что он там за него хочет? Четыре изумруда? Привет. Привет. Я бы... У меня... А какой... Ну... Я могу продать тебе мой старый видеомагнитофон всего лишь за четыре бриллианта. Старый видеомагнитофон. Да, но я продаю его так дешево только потому, что он немного поврежден. И я не уверен, что он работает. Но к нему прилагается пульт дистанционного управления. Не важно. К вашим... Я не могу... Перри Привет. Как я? Ну. У него большие глагоны по... Но... А, у него говорят antes. Нас уже думают. Что ты будешь делать-то? У-ми-д. белку эту найти не пойми где так клей может мы что-то склеим можем здесь нет я не это не я не могу я не буду я при я не пыль что-то совсем нет идей ну клей для чего то можно использовать но я могу к этому что-нибудь приклеить но я должен намазать клей на то что я собираюсь приклеить к письму в ином случае я все перепачкаю так а что мы к письму нужно прилепить тут сказано любовь моя я буду твоей вечно вот тебе моя фотография чтобы ты думал обо мне каждую ночь на вечно твоя вишневая пироженка а еще тут фотография антропоморфного вишневого пирожного посылающим воздушный поцелуйчик что мы можем к этому прикрепить сосиску нет не а нет я не я предпочел не а я не спать нет спать нет спать нет спать я не а то есть с чем-то нужно его из я могу к этому что нибудь приклеить но я должен нам в ином случае я все перепад это не это не но увы я ничего пока не могу придумать поэтому видимо на этом нам пока придется закончить и уже продолжить наши попытки в следующей серии так что давайте прощаться и попробуем потом уже